Миниханов Рустам Нургалеевич, российский государственный деятель, губернатор Республики Татарстан с 2010 года, член Высшего Совета Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», председатель Совета Директоров Татнефт, председатель Совета Директоров Татнефтьхиминвестхолдинг, доктор экономических наук, автор книги «Нефтегазовый ресурсный потенциал Республики Татарстан». Рустам Миниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Республики Татарстан. В 1978 году, после окончания среднего учебного заведения, Миниханов поступил в сельскохозяйственный институт. После выпуска получил квалификацию инженера-механика по специализации «Механизация сельского хозяйства». Параллельно трудился на должности инженера-диагностика в Сабинском районном объединении «Сельхозтехника». В 1980 году стал старшим энергетиком Сабинского лесопромхоза, а позже его главным энергетиком. В 1986 году Рустам Нургалеевич окончил казанский филиал Московского института советской торговли, став товароведом высшей квалификации. Защитив кандидатскую и докторскую диссертации, получил ученую степень доктор экономических наук. С 1985 года Миниханов работал главой правления Арского района. Через пять лет в 1990 году он занял пост председателя Арского районного исполнительного комитета. Через два года Рустам Нургалеевич назначен первым заместителем главы администрации Арского района. С 1993 года в течение трех лет возглавлял администрацию высокогорного района. В 1996 году Миниханов занял должность министра финансов Татарстана и уже в 1998 году назначен главой правительства республики. В июне следующего года избран главой совета директоров открытого акционерного общества «Татнефть». После переизбрания Ментимера Шаймеева президентом республики в 2001 году Рустам Нургалеевич возглавил новое правительство Татарстана. Государственный совет республики 29 апреля 2005 года вновь утвердил Рустама Миниханова на должность премьер-министра Татарстана. Положительные результаты работы в правительстве не остались незаметными для президента России Дмитрия Медведева, который 22 января 2010 года сделал заявление о том, что одобряет кандидатуру Миниханова на пост президента республики Татарстан. Через 6 дней его кандидатура внесена на рассмотрение Государственного совета республики, а 4 февраля этого же года президиум ее утвердил. Рустам Нургалеевич 25 марта 2010 года принял присягу и занял пост президента республики Татарстан. Через 5 лет за день до окончания полномочий президент России Владимир Путин предложил Миниханову занять должность исполняющего обязанности президента до предстоящих выборов. Уже 13 сентября 2015 года Рустам Миниханов с 94% голосов победил на выборах президента республики Татарстан. Рустам Миниханов является сторонником активного внедрения современных информационных технологий и функций государственного управления. В июле 2017 года по итогам исследования Российского исследовательского агентства блогеров президент Татарстана Рустам Миниханов попал в тройку самых социально активных региональных государственных деятелей. Рустам Миниханов никогда не радовал подробностями своей личной жизни, а хочет, когда сплетен журналистов. Ни он, ни его супруга не стремятся быть в центре внимания прессы и проявляют максимальную скромность. Его первая и единственная жена Гульсина Ахатовна младше его на 12 лет. Познакомились с супруги более 30 лет назад и с тех пор не расставались. Президент Татарстана вообще выступает активным противником разводов и даже несколько ужесточил в данном отношении законодательство республики. Свою позицию доказывает личным примером. Жена Рустама Минихановна занимается бизнесом. Ей принадлежит один из элитных салонов красоты Казани. Супруги воспитали двоих сыновей – Эрека и Искандеры. В части семьи мрачила трагедия, произошедшая 17 ноября 2013 года, когда при заходе на посадку в аэропорту Казани разбился пассажирский Boeing 737. Во время аварии погибли все пассажиры, в числе которых был и старший сын Рустама Минихановна – Эрек. У него осталась беременная жена Антония, которая ровно спустя месяц родила девочку. Первую внучку президента назвали Андрианой. Рустам Миниханов является заслуженным мастером спорта России, увлекается автоспортом, регулярно участвуя в соревнованиях по автогонкам, включая чемпионаты Европы. Политик – многократный победитель и лауреат Кубков президента Республики Татарстан по ралли-кроссу и автокроссу. Становился бронзовым призером чемпионата Европы, многократным призером отечественных чемпионатов, чемпионом России. Кроме того, он свободно управляет вертолетом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok